Конечно, тяжело быть бьюти-блогером с членом. Привет, YouTube! В этом видео я расскажу, что отправляют бьюти-блогерам. Погнали! Ох, это какое-то настроение трансфексуальное. Лайфхак. Господи, мне так нравится. Если вы понимаете, о чем я. Да! Мне не хватает косметики. И без вас дерьма там хватает. Посылочка от MAC Cosmetics в честь того, что у них знаменитая коллекция помад MAC Viva Glam исполнилась 25 лет. Честно говоря, одна из моих первых помад от MAC, это была коллекция Viva Glam, лимитированная с Рианой. По-моему, у меня уже нет этой коллекции. То ли я ее потерял, то ли она мне испортилась, не могу вспомнить. Но смысл в том, что коллекция Viva Glam это не просто коллекция помад. Давайте начнем поподробнее. Рассмотрим посылочку поподробнее. В первую очередь у нас с вами лежит здесь вкладыш. Change your lipstick. Change a life. Что подразумевается под этой фразой? Будем честны, не особо смешное видео сегодня будет, не особо веселое, потому что тема достаточно серьезная. MAC Viva Glam 25 лет и от фразы change your lipstick, change a life подразумевается, что... Давайте сначала прочитаем описание, а потом я вам переведу так, как я считаю эту фразу. 25 лет компании MAC Viva Glam удалось собрать 500 миллионов долларов на глобальную борьбу со СПИДом и ВИЧ. Помогая миллионам людей, это 9713 грантов для 1800 инновационных программ и организаций по всему миру. Вся сумма от продаж помады MAC Viva Glam, за исключением NDS, идет в фонд борьбы со СПИДом и ВИЧ. И эта компания уже 25 лет. То есть, смысл в том, что если вы покупаете какую-то из помад из коллекции MAC Viva Glam, сумма денег, которую вы откладываете на эту помаду, уходит на помощь людям при борьбе с ВИЧ и СПИДом. Это, на самом деле, серьезная акция и, честно говоря, это довольно круто. Это серьезный и разумный подход к шоппингу и тотальному потребляцу, потому что помада, как известно, номер один по скуплению продуктов на земле для макияжа. Так, следующее это рассылочка самой помады. Посмотрите, как круто сделано. Я, как дитя 90-х, просто в восторге, когда я впервые увидел. Это кассетница. Не знаю, застали вы или нет. По-моему, называется DHS, то есть подразумевается там видео, HD, чего-то там. Честно говоря, не расшифровать. Но у меня на такую кассетницу записан выпускной, записаны мультики в телевидении, записано очень много детских программ поверх кассеты «Волшебник страны Оз». И у меня было очень много мультиков именно на вот такой же кассеты. Открываю. И что мы здесь видим? Три помадки из коллекции Viva Glam. Вообще, в коллекции Viva Glam, если я не ошибаюсь, есть базовые коллекции и каждый год имитированные. Ааа, помадка упала! Так как компания Viva Glam в первую очередь была снята с RuPaul. RuPaul Drag Race, понимаете, да? Когда этой компании исполнилось 25 лет, сделали, знаете, такой своего рода ремейк на современных людей. И моделью является очень красивая девочка с VitiLigo. Она одета в образе RuPaul, сделана ремейк. И это все выглядит очень красиво. Здесь в наборе Viva Glam 1, Viva Glam 2 и Viva Glam 3. Viva Glam 1 была выпущена в 1994 году. Viva Glam 2 в 1997 году. И Viva Glam 3 в 2001. Viva Glam 1 выглядит вот так. По-моему, очень роскошно. Это Viva Glam номер 1. И она переработана в новой упаковке. На ней написано, что Viva Glam исполнилось 25 лет. И этот оттеночек находится в базовой коллекции. Его можно приобрести всегда. Это Viva Glam 2. И она тоже находится в базовой коллекции. Более нюдовая, натуральная на каждый день. Viva Glam 3 выпущена в 2001 году. А самая первая Viva Glam в 1994 году. Я сейчас наношу Viva Glam номер 2. И я просто в шоке. Она один в один мой цвет губ. Катя Клэп, привет. Кажется, я нашел свою помаду. Вот так выглядит Viva Glam номер 2 на моих губах. Очень красиво, натурально и стильно. Ну что, теперь я хочу попробовать культовую Viva Glam номер 1. И посмотреть, как она будет смотреться на мне. Я думаю, что спойлер. На мне она будет смотреться, как на шлюхе. Потому что на шлюхе седло всегда смотрится, как на шлюхе седло. Вот так выглядит на мне Viva Glam номер 1. Невероятно роскошная. Бархатная. И при этом ее можно тонко растушевать. Если же у вас настроение вечернее, то ее можно активно вывести с четким контуром. Я стерся своих губ Viva Glam номер 1. Она оставляет небольшой тинт. Это прикольно. Можно сверху нанести блеск. И сейчас я бы хотел нанести Viva Glam 3 и показать. Но сначала я расчехляю одну помадку. Это Viva Glam 2. Я ее наносил. Расчехляю вторую в надежде, что это Viva Glam 3. А это Viva Glam 2. Ребята из MAC напутали и прислали мне две одинаковые Viva Glam номер 2. А в общем, мы с вами не увидим, как выглядит Viva Glam номер 3. Но! Помады невероятно красивые. Очень эффектные. Они продаются постоянно. Помимо этого, каждый год компания MAC делает лимитированные коллекции Viva Glam. Если я не ошибаюсь, уже было две Viva Glam с Леди Гагой. Две Viva Glam с Рианой. Одна или две Viva Glam с Майли Сайрус. Одна точно Viva Glam была с Сии. И она у меня, по-моему, даже есть в мастерской. Она очень эффектная. Бархатная такая, насыщенная. Яркая, красная, с немножко малиновым подтоном. В любом случае, когда вы покупаете какую-либо помадку из лимитированной или базовой коллекции Viva Glam, вы таким образом помогаете другим людям. И это, в первую очередь, очень круто, потому что просто сделать красивую помаду недостаточно сейчас, в 21 веке. Важно, чтобы потом сырье, которое ты использовал, вот эти пульки, как-то было в плюс людям, природе. И, кстати, по поводу природы, к сожалению, в российском МАКе пока что такого нету, но в западном МАКе есть система, она называется Back to MAC. И ты приносишь около, по-моему, 6 или 8 старых продуктов, помад, теней, незаконченных, законченных, неважно. И отдаешь компанию МАК, они забирают это на переработку, тебе отдают новую тень или новую помаду или новый блеск абсолютно бесплатно. И это очень круто, потому что, алло, сучка, эта помада стоит в районе 2000 рублей. Это же круто! И ты не вредишь природе. Надеюсь, что когда-нибудь в великом будущем, когда я снимусь для туториала Vogue. Но мы с вами увидим такую систему Back to MAC и в России. Это будет здорово, я надеюсь. И скоро. Кстати, также компания мне прислала вот такую прикольную футболку MAC 25 Fever Glam. О, еще бы погладить мне ее. Но это я сделаю чуть позже. Буду в ней гонять и заниматься, может быть, спортом. Люблю в последнее время заниматься спортом во всяком мерче. Не в спортивной одежде. На этом все. Надеюсь, что вам было интересно. Вы узнали много нового по поводу коллекции MAC в Glam. И теперь понимаете, что инвестируйте свои деньги по делу, а не по ПАД. С вами был Геворг. Пока-пока. Сияйте. Выключай. А мне нравится этот поносный. Ну как шлюха, не краестесь. Образ завершен. Пока-пока. С вами был Геворг. Пока-пока. Сияйте. Сумал палит к Джеффри Старбишу. Хорошего дня или вечера. Пока-пока. Сияйте. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...